Я с удовольствием слежу за этой дискуссией, такое впечатление, что здесь создались блогеры и такие общественники-эксперты. Давайте не забывать, есть представитель коалиции от власти, есть представитель ОПЗЖ, оппозиции, пан Волошин, есть представитель Баткевщины. Поэтому к вам со всем уважением, но вопросы мои будут к вам, Александр, достаточно острые. Извините. Первое. Мы понимаем, что у нас большие проблемы с бюджетом. Мы понимаем, что нам нужны бабки, деньги. Мы все это понимаем. Вот справка. Я сегодня первый раз был на заседании ТСК, которую создали три дня назад, если вы помните, именно по наполнению бюджета, ну как бы после заявлений Уманского про схемы, вы поняли, ПДВ, это можно. Но комиссия сама именно коррупционные схемы наполнения бюджета. Здесь на четырех страницах, на пяти, я и группа экспертов, аудиторов, финансистов, изложила абсолютно конкретные факты на основании открытых данных, которые касаются НАК нефтегаза, где за четыре года последник недополучил бюджет по дивидендам. СОР 72 миллиарда гривен, в том числе за 2019 год 23 миллиарда гривен. Я предложил членам ТСК, которые большинство составляют новые мандажки, извините, и СУГ народа, просто дать мне возможность выступить и защитить эту позицию. Я, Кучеренко Алексей, беру на себя ответственность. Если эти факты не подтверждаются, я готов написать заявление и сложить в себя мандат. Теперь у меня к вам три вопроса. Первое. Как вы думаете, поддержала ли мое предложение компания от СУГ народа, из которых там две трети депутатов, которых никогда никто не вспомнит, которые вошли туда случайно и выйдут случайно? Это первое. Нет, мы список их должны запомнить. Второе. Я обязательно, я дальше буду еще раз. Я все, каждый персонально за это... И фотографии. Второе. Александр, я поддерживаю вас и тех, кто реально печется о нашей промышленности, которой нужна нормальная цена на энергоносители, ибо они должны не умереть в этой ситуации. У меня второй вопрос. Почему же все-таки вот эта группа людей, которая как бы борется за металлургов, ферросплавщиков с энергетиками, всегда говорит про электрорынок, рынок электроэнергии, но никогда не говорит про проблемы на нефтегазах. Никогда. Это второй вопрос к вам. И третий вопрос к вам. Я с удовольствием слушаю ваши выступления, Александр. Вы очень умный, грамотный человек. Но у меня какое-то складывается впечатление, что вы сегодня лидер оппозиции. Понимаете? Я все ваши оппозиционные речи абсолютно поддерживаю. Повторите последние ваши слова. Как же нам всем сохранить ясность ума в этой ситуации? Кто там у вас во власти, кто в оппозиции? И что делать в стране? Мне немного тревожно за страну. Вот три вопроса. Я, ну, Алексей, я, собственно, поэтому ничего такого не задаю Александру, потому что понимаю, что он фактически лидер оппозиции. Внутри слуга народа. Давайте так, если позволите. Пока слуга народа. Я позволю, если позволите. Значит, начну с последнего вопроса. Мы когда шли на выборы, я же шел как мажоритарный депутат. От слуги народа. Под программу партии слуга народа. Программу президента. И я сейчас, когда вижу, как происходят абсолютно несправедливые вещи в экономике, в решениях правительства, я вынужден, так как я брал на себя обязательства, эту программу поддерживать и избирателям говорить правду, я вынужден это говорить. Если я вижу, что снижается мощность атомной энергетики для того, чтобы заработал Ахметов, я об этом говорю. Если я вижу, что цены на газ на мировом европейском хабе снижаются, а в Украине не снижаются, население втюхивает его на тысячу гривен дешевле, дороже, вернее, на тысячу кубов, чем продается сейчас в Европе газ и может продаваться в Украине, я об этом говорю. Если я говорю о том, что нет никакого экспорта, или, вернее, реэкспорта газа из Словакии, а это на самом деле российский газ, я об этом спокойно говорю. Потому что я считаю, что если мы собираемся сохранить власть, и самое главное сейчас уже, мне кажется, сохранить будет здоровье, потому что если люди начнут выходить на улицу, это станет у раза более серьезной проблемой, чем депутатский мандат и желание его сложить или не сложить. Надо говорить людям правду. Если, к сожалению, вы сами это называете словом мордашки, не очень приятно, но я не хочу с вами спорить. Смотрите, я не хочу с вами спорить. Знаете почему? Знаете почему? Потому что я часто вижу, как в определенных ситуациях люди абсолютно бездумно жмут кнопки, поднимают руки, либо кивают головой, абсолютно не понимая последствий того, что они делают. Поэтому, несмотря на то, что я нахожусь в партии «Слуга народа» и во фракции «Слуги народа», я продолжаю говорить людям о том, что их действия несут негативные последствия во многих ситуациях для граждан Украины. Эти последствия будут иметь А. удар по репутации президента, Б. удар по репутации партии, В. результат на выборах и, не дай бог, еще и уличный протест.